Матч открытия 24-го тура Ростельмаш-Ротор. Лидер чемпионата начал вполне респектабельно и в первые минуты провел несколько хороших атак. На 15-й минуте гости могли открыть счет. Абрамов протаранил левый фланг и прострелил вдоль вратарской. Но Зубко чуть опоздал на передачу и не попал в открытый угол. Моментальный ответ Ростовчан имел более серьезные последствия. Куприянов долго боролся с Бурлаченко, но в итоге сумел навесить мяч в зону действия голкипера. А Герасименко сыграл на опережение, посрамив Захарчука. 1-0. Ростельмаш хорош в воздухе даже без Маслова. От Волгоградца Веретенникова снова ждали сотого гола, но на этот раз лидер Ротера выглядел в атаке не слишком убедительно. Зато после его передачи в первом тайме мог забить Нидергаус, однако в цель не попал. До перерыва игра в основном ушла в волгоградской части газона. Агрессивный защитник Куприянов в конце тайма, прокравшись вдоль линии штрафной Ротера, сам проложил себе дорогу на убойную позицию, но с 12 метров запустил мяч выше перекладины. Аналогичные действия Дудника в начале второго тайма. Его позиция похуже, но удар опаснее. Мяч обдувает ветерком крестовину. Счет прежний. А на 60-й минуте случился эпизод, по многому определивший итоговый результат. Ростовчанин Ханкеев, как кажется со стороны, всего лишь наступает на ногу Жуненко. Но исход плачевен. Волгоградец получает серьезную травму и покидает поле на носилках. Арбитр, наказавший Ханкеева желтой карточкой, под впечатлением увиденного меняет свое решение, удаляя ростовского хавбека и оставляя хозяев в меньшинстве. Характер игры меняется не только из-за численности составов, но и вследствие удачных замен, проведенных Прокопенко. После взаимодействия Зернова и Борзенкова в середине тайма, последний едва не попадает мячом в дальний угол, но это лишь предваряет главную неприятность. 76-я минута. Зернов на углу штрафной возится с Тернавским и в результате все-таки выходит на необходимый простор. Его удар для Савченко становится проблемой, а Нидергаус легко исполняет добивание. 1-1. Последние минуты. Лидер стремится к победе, но в итоге не только теряет два очка на выезде, но и едва не пропускает самой концовки. Коваленко не точен и 1-1 на табло сохранены.